Всем привет, с вами Степан Мэйн, и сегодня у нас такие обзоры на тестирование вкус на каких-то пачки или каких-то батончиков и всякое того. Ну, у меня же было на первом канале такое, и я замечал, как я выложил такое видео в первой серии тестирования на вкус, и к чему-то подписчики у меня упало большими скоростями. Я, короче, сделал новое видео, чтобы спасать моих количествах подписчиков. Но, плюс в том, что фан на моём видео в первой серии тестирования на вкус, я набрал больше лайков, где-то там, наверное, 40. Когда я посмотрел на это видео, я буквально вообще охренел. И это, на самом деле, хорошие результаты, которые я заметил, это на моём творческом студии. Ну, а теперь, сегодня я обозреваю вам новые какие-то тестирования на вкус, которые, на самом деле, у меня в ящике есть. В общем, у меня есть две чипсов, которые, на самом деле, я когда-то купил. И, смотрите, у меня четыре плиток шоколадов. Не ожидали, правда? На самом деле, вот эти плитки шоколадных, сейчас я буду их пробовать. Итак, короче, я в камеру поставил так, надеюсь, что вам это видно. Переходим к шоколаду. Первая плитка, это у нас молочный шоколад. Корона. Ну, в самом деле, прикольно, в самом деле, так оно сделано, что я, конечно, пробовал какие-то шоколады, поскольку этот шоколад хорош. И теперь заценим. Кстати, прикольно, чтобы сделали так, что можно открывать по-простенькому. Плюс за это... Ох, ёлка, как оно тяжело открывается, скорее всего, я так долго его оставил, и поэтому оно стало жёстким. Ну, мне так кажется. Ох, блин, оно откреснулся. Вот этот вот, эти шоколадные плиточки, они выглядят с каких-то картиночками, формами. Ну, форма, кстати, эти плиток довольно-таки прикольная, кстати. Я пробую лучше по одну плитку. Вот самое, что я буду первым пробовать. Да, на самом деле, обожают этих молочных и шоколадов, а они молочные и вообще вкусные. А, кстати, в каком компании оно создано? Мандолез Интернационал. Этому молочному шоколаду 10 из 10. Поехали у нас. Это шоколад с абрикосом и кремом. Чёрный шоколад. Ой, подожди-ка, возможно, возможно, что-то здесь какое-то другое. Кстати, я думаю, что форма шоколада и, наверное, высоты шоколадов, они бывают разные. Тоже есть такая открывашка. Тоже, как и из всех шоколадов, они сделали такую простую открывашку. О, подожди, чё произошло? Ну, кстати, форма этого шоколада, она выглядит так. Скорее всего, она должна быть какая-то другая форма. Или эта форма так и должна быть? Так, совсем же какая-то другая, я так вижу первый раз. Но я надеюсь, что они не испортились, хоть бы я думал. Ох, блин, как это взять-то? Оно, блин. Она какая-то скользкая, какая-то чуточка. Нифига себе. Какой-то совсем же необычный вкус. Я прямо, я реально чувствую это. Классный вкус, да. Этому шоколаду. Кстати, этому шоколаду, наверное, 10 из 10, по-моему. Этот вот шоколад тоже из-за компании Mondelette International. Зато круто. Следующим это Milka. Молочный шоколад. Я думаю, что, в принципе, этот шоколад, оно так же, как вот это вот. Корона, молочный шоколад. А здесь вообще другой вид этому шоколаду. Вообще красиво выглядит. Из этого шоколада из какого компании тогда теперь это? Ммм, всё-таки, наверное, из-за компании Milka. Ну, а здесь вот тоже такая, короче, открывашка вот таким вот образом. Просто мне интересно, что это за форма. Ух, ёлка. Ого, ничего себе. Оказывается, этому моему шоколаду есть и новая форма плиток. Ты посмотри. Вообще раскругленный его. Это просто крутизна вообще. Блин, эти шоколады, которые я оставил в фоне ящики, в летом они чуточку растают. И это, короче, ммм, влипается, короче, пальцами. Это, в самом деле, мешает. Ооо, какое же оно... Блин, это что такое? Это что это за пластилин такой? Нам. Скорее всего, надо было такие в холодильнике оставить. Потому что оставляйте в ящике в летом, это, в самом деле, плохая идея. Так что, не делайте это. Кстати, этому вкусу точно так же, как и с другого, чем плитка шоколада. Класс. В общем, это тоже 10 из 10, этот шоколад. Следующим. Это, к самом деле, то же самое, ну, почти еще то же самое, как из-за первого плиток шоколада, который я вам показал. Но, уже это с другими формами шоколадами. Молочный паристый. Ммм, еще, что там творится внутри? Ой, о-хо-хо. Воу. Только посмотри-ка на это. Никогда не оставляйте шоколадные плитки в ящике или в каком-то месте, кроме холодильника. Да, некрасивый, в самом деле, получилось, но, на самом деле, там в этом форме, в другом форме есть иконочка корона. Что это, конечно, прикольно. Еще бульбышки, бульбышки такие внутри, вообще маленькие, они такие красивые текстуры вообще. Как бы эти текстуры внутри, они выглядят как аэро. Наверное, совсем же чуточку другой вкус этому шоколаду. Девять из десяти. Это из-за компании Монделес Интернешнл, тоже такая плитка. И посмотрим на этот батончик, который называется Леон. Вот, только посмотри-ка, смотрите-ка, какая форма, она как будто, что ли, какая-то... Даже не знаю, что это похоже на какая-то вот красивая, выпуклая какая-то штука. Ну, нифига себе. Класс, вы посмотрите, вообще просто шесть какой. Не, вообще супер, просто вообще супер. Я, я решил так теперь, что этому батончику, это точно десять из десяти. Эти шоколадные плитки, девяти из десяти, по-моему. Оставляю респект за этому батончику. Но это ещё не всё. У меня есть ОФ2 в коробке, в которой, в самом деле, там лежат какие-то конфеты и что-то типа того. Теперь посмотрим в Монете ОФ и другие пачки ОФ, которая не маленькая, но, в самом деле, поесть какие-то другие вкусы. Начнём с этого. Ташинное молоко. В общем, вот такой вот, в самом деле, маленький шоколад. И, скорее всего, там находится, что ли, зефирка. Мне уж это интересно. Я так и знал, что там находится зефирка какая-то. Ну, конечно же, прикольная текстура. Это пока что, как бы, нормально, на самом деле. Восемь или семь из десяти. Прости, но ты не в топе. Следующий, это Метеорит. Это в пачке из-за компании своя линия. А, кстати, это из какого компании? Жако. Чё, серьёзно, не могу так открыть, как из пачки чипсов? Приходится оторвать. Блин, она какая сильная, вообще, просто как её оторвать-то? О, смотрите-ка, что-то открылось. Давай, давай. Да, вот так, в самом деле, такая плитка. Ого, подожди, возможно, это внутрь какой-то орех? Но мне интересно. Нифига себе, она аж жёсткая, как пластилин. Там реально есть какие-то орехи или что-то там такое. Я думаю, что за этой пачке её все мы из-за десяти. Следующая, это Биск Контик. Я че-то послышу слово Контик. Да, что-то, в самом деле, такое похоже на это слово. Я, ваще-то, обозрел эти печеньки с первой серии, и это было из-за компании Контик. Вот это, в самом деле, тоже из-за компании Контик. Вот, видите? Бис Контик. Расбери флэвер. Я буду пытаться открывать таким образом при помощи ногтями. Ну, только посмотрите-ка на это печенье. Оно реально то же самое, что из-за картинки. Ого, ничего себе. Оказывается, внутри этой печеньки есть тяжелее-ка. Вот это, кстати, прикольное печенье, кстати. Девять из-за десяти. Следующий у нас НОТ-3. Это из-за компании Фосфоя Линия. Да, на самом деле, открывать эту пачку тоже тяжело будет, как и из-за других маленьких пачек. Ну, в общем, батончик она выглядит вот так. Довольно-такая маленькая. Блин, какая дешевая. Просто обалдеть. Но, ну, вкус чего-то не настолько супер. Этому батончику НОТ-3 из-за компании Фосфоя Линия. Пять из-за десяти. Теперь переходим к различных лингенцей. И каких-то конфет, которые есть в лингенце. Джо Айзи из-за компании Рошен. Из-за внутри этого конфеты, я фан, вот такая белая штука. Какая-то капсула белая. Но зато мне интересно, что там внутри. Похоже, там находятся какие-то вкусные фрукты. А, кстати, может что-то там в картиночке нарисовано. А, может быть там, наверное, клубничка. Блин, а какой сладенький. Это внутри есть какой-то... Вот я выдавливал. Смотри, оказывается, там есть какое-то сладкое... Шелье какая-то, или какую-то жидкость какая-то сладкое. Ну, прикольно, конечно, это от конфета. Я оставляю это... Восемь из десяти. Не знаю, почему я это жую. Оно так медленно жуется, эта штука. Следующее, это Тамла. Из-за компании Тайас. Это, на самом деле, новое. На рисунке там апельсин. Значит, наверное, со вкусом апельсина. О, только посмотри-ка. Оно... Блин, оно то же самое. Оно то же самое, как из-за этой штуки. О, смотри. Смотри. О, блин, оно сразу же... Апельсин со вкусом. Селево, пробуй. Она такая мягкая. Внутри. Какая она сладкая. Эту конфету я оставлю восемь из десяти. У меня ещё один на три. Нет. Лучше бы я кому-то давал этот батончик, потому что я такой не ем. И теперь приступаем к реальному леденцу. Это хаос. Экстра стром. Не прямо так, а сильно и сумасшедший, но зато посмотрим, что из этого есть. Давай. Вынимайся, вынимайся, вынимайся. Прикольно в том, что внутри хаоса есть вот такая вот бачка, вот такой заматанный. И там написано хаос. Вот это, кстати, классно придумали. И ещё после открытия, посмотрите, какая красота. Там написано по букве эш, и внутри вот такая маленькие кусочки внутри этого леденца. Ну, возможно, если вы его это увидите. Ну, вообще-то, я думаю, что этому моему леденцу давал идти что-то жёстче. Если ему этому леденецу что-то, наверное, жёстче, то я просто... Языком просто пробую на этот леденец и сразу плюну на эту бумажку. Нифигася! У-у-у! Обалдеть! Блин! Я же не ожидал, что там такая штука вообще жёстче. Я так и знал, что этому хаосу вообще жёстче. Класс! Вообще! Просто супер! Аж у меня почувствуется, как будто я пролезнул эту конфету. У меня чувствую, что там в арте такое. Но я думаю, что это полезная штучка. А если кому-то происходит какая-то болезнь, возможно, этому штуке кому-то пригодится. 9 из 10 или 10 из 10. Но это, кстати, прикольно. Следующий у нас это вот, короче, тоже хаос. Но я не взял, короче, пачку. И я не помню, как оно называется. Но, наверное, в какой-то другой вкус. Этому бумажку тоже заматанная. Но только с розовым цветом. Там просто внутри ничего нет. Ого! Обалдеть! Аж как будто вкусная клубника. Классно, конечно. Этому конфету, ну, как бы, 9 из 10. Он не так уж и сильно для моего арта. Так, даёт такие жёсткие вкусы. Но что-то, конечно, прикольно. Есть ещё вот эти батончики. Это похоже на... Сникерсы, которые мы уже это обозревали. Просто там есть такая, что можно увидеть другие названия. Тут есть Капсиш, например. Ещё написано вот так. О, и всё! Конечно, прикольная идея, но... Я же не буду есть одинаковые такие батончики. Я знаю, там тоже самый такой батончик сникерс. А теперь приступим к другому пачке. И знаете, что это будет? Это же чипсы! Это реальные чипсы, которых я купил из магазина. Давайте-ка начнём с вот этого чипса. Это чипсы из-за компании «Своя линия». Чепс. Чипсы... Картофельни. Сау Крим энд Гринс. Со вкусом сметаны и зеленью. Ооо! Какой всё вкус вообще просто. Запаха у меня влетает в нос. Блин, класс. Обожаю. Очень обожаю ЧФ-чипсы. 10 из 10. 10 из 10! И посмотрим на эту пачку чипсов, ну совсем же что-то другое. Чюст Брутал. Это совсем же какой-то новый чипс. Это реально совсем же первый раз я это покупал. Я заметил это воранже. И купил её, по-моему, вчера. Я вот никогда это не пробовал. И тогда же мне интересно, что там есть. Из какой-то компании. Что ли это компания Чюст Брутал? Или Оняга? Мы добавили чипсы в... В чипсы угля. По-растительного и по-натурального фарсумитси. Я даже не знаю. Ну, просто мне интересно, что там такое. Я пачка, она какая-то стильная вообще. Это что это такое? Это вообще... Блин! Вы видите? Это как-то... Это совсем же новое. Блин, я даже не знаю. Ну, пробуем. Эти чёрные чипсы, они, короче, какой-то крепкие, чем в обычных оранжевых чипси. Но со вкусом и какой-то... Что-то какой-то сладкий. Вкус сладкого таинского перца. А я-то думал, что я буду ожидаться что-нибудь такого нового. Девять из десяти или восемь из десяти. Я не знаю. Просто это какой-то просто чёрные чипсы, которые... Вот как будто смотришь там сзади и читаешь. Что там как будто добавлены в чипсы угля. Да, а на фарианах вообще, в чипсы, оно выглядит как будто какой-то угли. А, кстати, я подумал, а вообще язык, оно не чернеет после этого? Я бы надеялся, что этому чипсы не добавлено какой-то краситель. Но это ещё не всё. Оказывается, я нашёл в ящике какие-то... Вот эти, оказывается, есть жилейки Ямегами. Есть это в мороженом форме, а вот это в форме медведей. А вот этот вот конфета под названием 1F Truffelli. Это вообще из какой компании? АВК! Ой-ой-ой. Чё-то мне кажется, что этому конфету уже не такой уж крепкий. По-моему, этот вот конфет расстаивал после жарковой температуры, но... Ну, я пробую языком просто. Я-то думал, что этому конфету будет какая-то твёрдая форма, но, скорее всего, это, наверное, плохая идея оставлять это в ящике. Надо это отправить в морозилку. 9 или 8 из 10. Следующий у нас Ямегами. Просто эти мульчашные какие-то... Эти пачки просто красиво вырисованные вообще. Кстати, я вот такая штука придумал, чтобы можно вот что-то повесить вообще. А вот это, кстати, мороженое. Кстати, уфа-прикольно, как-то сделали такую форму вообще. Какие они мягкие и они милые. Классно, придумали эту желейку. Кстати, эти уфа-пакеты из-за компании Рошен. 100 грамм. 25% сока. А, подожди. Это вот это вот, в смысле, 25% сока. А вот это сок плюс йоргут. А вообще, как вообще можно сделать йогурт в желе? Мини-бэр-микс. И там с формой медведя. Обожаю, как они выглядят. У-у-у-у-у. Блин, они такие милые. Вообще, такие мягкие. Вот эти вообще формы медведя. 32 по этому уфа-жилейки. Вот этот вот чёрный, вот этот жёлтый, вот этот оранжевый. Обожаю мягкие жилейки, они реально... А, кстати, у этого уфа-жилейки, а там... Какие там виды есть? У-у-у, погоди! Они... Эй, там в этом пачке есть другие формы! В этом пачке офа-мороженое есть три цвета и есть две формы. 9 из-за 10 этих конфет, или, может быть, так сказать, оставлять так 10 из-за 10. Ладно, оставляю на бонус! А для того, чтобы я тестировал на вкус этих конфет из-за бонусного части этого видео, вы должны набрать как можно больше 30 лайков под этим видео, и тогда я сделаю третью серию тестирования на вкус. Это, короче, коробочка, которого подарила, когда наступил в 2021 год. И там есть пакет. Арабика. Бисконти. Супер! С компанией Контик он тоже самый! Он только брауни! У-у-у! Класс! Континот. Тоже из компании Контик. И этот конфет тоже из компании Контик. Контик. Только Тимми. Тоже самое Тимми, только со вкуса банана! Нифига себе, это реально очень интересно. Это тоже Тимми, но только со вкуса, а только какой-то карамель. Джек! А вот это что? Бум-бум! Ого! Это вот тоже из компании Контик. Все какие-то они печенье из-за компании Контик, серьёзно? А, подожди! Я понял. Они все печенье, конфеты, и всё это из-за компании Контик. О-о-о-о! Супер Контик! Ещё один Супер Контик! Только со вкусом кокоса! Золотая линия? Это что-то новое. Я такого не знаю. Тоже золотая линия, только чёрный. Джек, только белый. Со вкусом ока. Сноу-котел. Фрулатто. Сноу-котел. Тофи. Видьми жатко с орехом. Всё? Это всего лишь всё? Посмотрите-ка на это вообще. Обалдеть. Да, ну, в общем, это классно. В самом деле, мне интересно их обозревать просто. Но эти конфеты из этой коробки, это я буду обозревать в третьем серии. Знаете, я просто хочу добиться что-нибудь совсем же крутого, чтобы вам было интересно смотреть видео, оставлять лайки, и тогда я продолжу делать какие-то интереснейшие видео. А пока это всё, эти конфеты, положу их на место. И на этом всё. Вот так, в самом деле, в этом видео и втором серии тассирования на вкус я показал вам, ну, и каких-то батончиков, каких-то чипсов и всякое такое. В принципе, вы хотите, чтобы я обозревал этих каких-то конфетов или печенек, где они находятся в этом коробке, которые я вам показал вам в этом серии, вот, этого части, этого бонуса. Да тогда вы должны поставить много лайков, насколько вы их сможете набрать, да тогда я, возможно, сделаю третью серию тассирования на вкус. Всем спасибо за это видео, подписывайтесь на мой канал и заходите на эти сайты, которые я оставлял вам ссылку на в описании. С вами Степан Мэйн и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok